вот я засел друзья не знаю я почему придется мост включать сейчас прикручивать вот так смотрите видите что там я не знаю мостом не мостом сел сейчас кручу привет друзья вы на канале удивительное окунево сегодня 14 октября и вот я приехал на юрт бергамак я был здесь ровно год назад на 10 октября снимал у меня есть ролик там юрт бергамак странный рыбак называется тогда было конец бабьего лета теплынь была страшная там я перед этим ездил на данилова набирал воду там футболки даже без 20 с лишним градусов было но в этом году все похолодней но вот год прошел пролетел друзья и вот изменения какие-то вот смотрите какая-то загородка тут за моей спиной сейчас не знаю удобно сюда заходить неудобно чужая частная собственность же все-таки мы сейчас посмотрим вот друзья что-то здесь такое не знаю что я перелезу смотрите вот попробую все-таки нарушить закон каким-то образом на западе всегда какая-нибудь тут табличка частная собственность там трудота стреляем без предупреждения типа такого здесь ничего нет вот что это такое какой-то вагончик что-то делают какие-то крики там животных интересно ух ты какие свиньи здесь свинки друзья ленте вообще чуть здесь такое творится ничего себе это круто ой тик 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 вы кто такие зверьё моё вот они вы манюнечки а черные негритосики смотрите вы негритосики вы кто такие вообще вы чьих будете елки-палки вот это я уже не зря приехал сюда эй братва эти какие-то на свободе гуляют эти за решеткой эти на свободе вы чё тут а делаете а они вот у них лаз лаз такой бум туда оп интересно вот они у братва привет кто-то водичку пьет тут них он еще один думает что я чё-то им жрачки какой-то принес на ломанулся а это мамашка мамашка какая-то чья-то да чем их кормят тут интересны свинки еще тын чтен 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 они тут на свободе короче я так понял он им сено они сено едят ясно а вот вагончик тут наверно сторож какой-то живет должен по крайней мере жить ничего себе не кричат как туда уж я заходить не буду он топор лежит такой смотрите как классно малые вылезли они любопытные хрюшечки маню нички такие маленькие боятся смотри маленькие вылезли а большие остались или не пролазят большие смотри это мамашка карликовые какие то а какой смысл таких карликовых от них же не мясо ничего смотри сколько тут когда холодно вот я не знаю морозы что будут взрослые ну что малыши такие хвостики у них прикольные тинь 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 шевелят хрюхрю будем знакомы хрюхрю меня зовут рита хрюхрю пятачки такие негритосики афроамериканцы хрюхрю африканские карликовые свинтусы скажи так люди поверят Расскажите, как вам тут живется, товарищи? А по нарыли? Или вы боитесь? Ну что, малыши карандаши? Поехали мы дальше, друзья. Счастливо вам перезимовать, не болейте, плодитесь и размножайтесь, любите друг друга, все, пока-пока. Ну вот, свинок навестили, теперь сейчас поедем вот, наверное, вот туда, мимо той усадьбы, вот в тот лес, вот там виднеется. Вон та усадьба осталась сзади, вот мы в лес подъехали. Здесь мусульманское кладбище, ну жена в своем репертуаре грибы сразу нашла. Грусть? Ну тут хорошо должно быть. Прям мистическое такое место, вон там могилы мусульманские, мусульманские. Но я не подхожу близко, не снимаю. Смотрите, какие сосны огромные здесь. Но специфика вот экшн камеры широкоугольная вот этой, что она отдаляет все и все кажется меньше, чем на самом деле. Вот этот угол широкий обзора, он за счет того, что искажает немножко изображение. Все подгорелые, видите? Трава горела, видно. Это вот все брусничник, смотрите. Вот это вот брусничник, брусника. Смотрите ее сколько здесь. В этом году не было ни черники, ни брусники, ни ягодный был год. Вот смотрите, видите сколько брусники. Вот там тоже такой перепады такие высот. Там вот ложбина вон, видишь, березовая такая. Вот что это у нас за грибы такие здесь. Ну да, это ложные опята. Вот кто-то перевернул их даже, видишь, у них цвет такой, как у всех поганых. Типа берите меня. Вот она я. А вот тоже, смотри какой гриб. Замаскировался. Он высох на солнце. А что это, это не шампиньон раскрывшийся? Я не знаю, но срывать не тут. Необычный здесь лес. Вот он отличается от леса, который там ближе к деревне. Как-то, чем-то. Не могу сказать, чем отличается, но и энергетика какая-то другая, и структура какая-то другая. Здесь очень много животных в этом лесу. Тут именно лосина, косульная тропа. Вот здесь я косуль видел. Это там... Вот у меня как раз на этом видео, Юртбергамак, я там говорю, что у меня как раз когда я увидел косуль, У меня экшн-камер не было. Та, Соня, ну вот, обычная с откидным дисплеем. Вот села батарейка как раз, и я пробовал на телефон снимать, пока там что-то настроил, перестроил. Они убежали, а подпустили очень близко меня. Туда дорога идёт? Там, там тупик, Рита. Я туда вот прошёл, всё, она там заканчивается. А вот там вот Рит. Интересный такой лес, конечно. Ну вот это вот молодой, видно, что... А вот там вот мы проходили, прям огромные сосны были. Вот эта дорога, она тоже в никуда, Рита. Там заканчивается. Я в прошлом году шёл по ней, думал, она куда-то ведёт. Но она никуда не ведёт. Вот такое интересное место. Такой запах стоит, прелая листуй. Я включил на всякий случай геотрекер. Вот запись трека поставил. Или не поставил, не включил. А вот включил сейчас. Вот он. Включил, не включил, что-то не понимаю. Ну показывает стрелка, куда я иду. Только вот я не понял, я запись включил или нет. Ой, по сухой крапиве иду сейчас. На ковке будет всякая фигня. Ну вот, вышел сюда. Ну вот, я масштаб увеличил. Вот видно, как он пишет. Вот я иду. Так что я, если что, могу вернуться к той же точке. Вот этот геотрекер, ему не нужен вообще никакая связь, ни вышка, ни интернет, ни телефонная связь. Вот он пишет от спутника. Лишь бы батареи не хватило. Вот смотрите грузии сколько здесь. Видите? Ну вот. Сюда не дошли грибники. А вон какой огромный. Видите, вот. Вот он двух. Вот видите, я шел оттуда. Вот оттуда, оттуда вот. И вот смотрите, пришел такой обрыв. И вот березняк молодой. Видите, вот. Странное место такое. Вот обрыв такой. Вот и березняк. Ну туда я уже не пойду. Не знаю, что там, как там. Это объезд. Я вот в прошлом же году снимал это. Я вот там вот объезжал за ним. Там поля, покосы. И там вот ручьи бегут, озера такие. А ручей вот там дальше. Там ручей перебегает. И вот от него, ну как, ну, речечка такая, речушка. От него озера там формируются. Ну вот ладно, я пошел обратно. Это мне вот сейчас вот так вот я пойду. Там это кладбище мусульманское. Но я его вскользь сниму бочком так. Вот видно, видите, по стрелочке я возвращаюсь назад. Очень удобно. Если отклонился, это покажет. Вот прям иду, как шел. Очень хорошо. Рекомендую, кто вот бродит таких по лесам, по горам. Вот очень хорошо. Такая штука. Он оффлайн, как называется. То есть он от спутника. Без интернета, без связи работает. Карты только должны быть предварительно загружены этой местности, где вы находитесь. Вот и все. И даже, даже не знаю. Может он, по-моему, со спутника и карты может загрузить. Вот точно не скажу насчет этого. Ну вот мы вернулись к машине. И сейчас хочу вернуться туда вот к свинкам. И спуститься вниз. Проехать эту речушечку ложбину. И вот как в прошлом году. Вот так вот вокруг объехать. Что получится у нас. Смотрите. Куда-то намылились, прикинь. А знают, где дом, да? Да. Куда-то намылились. Куда-то намылились. И вот так вот. Вот тара. Ну тут кусты, видите, как-то не подойдешь. Такой берег. Я в прошлом году где-то спускался. Не помню где. Ну смысла нет сейчас спускаться туда. Зачем? Что мы тару не видели. Вот выехали мы на просторы. Смотрите, вот сибирские просторы, да? Такие луга. Это я вот в прошлом году все это пешком. Сейчас на машине. Потому что я с женой там как бы. Да и время сэкономим. А в прошлом году я вышел и от самого дома пешком. И вот туда вот. Это столько я прошел такое расстояние. Но я получил такое удовольствие. А сейчас подъедем. Вот, друзья, в прошлом году я здесь снял этого странного рыбака. У меня это и ролик называется Юртбергамак. Странный рыбак. Здесь маленькая такая лужица была. Не знаю, есть она, сохранилась или нет. И там воды по поясу. Он в таких болотных сапогах резиновых. И там что-то какой-то приспособой черпал. Но, похоже, тут вообще все высохло. Вообще ничего. Если в прошлом году тут было по пояс воды. И, между прочим, рыба была. То в этом году ничего нет вообще. А, или там вот он был. Я не помню. Может быть, вот там. Короче, не помню, где это было дело. Или здесь. Вот, вот там это было. Камера удаляет просто. Не видно. Ну вот. Все высохло. В этом году все. И тара обмелела. Засуха такая. Ладно, поедем дальше. Проедемся. Вот я подъехал на тару. А там люди с палаткой стоят машины. Две таких иномарки цивильных. И вот какая здесь тара. Видите? Люди видно. Рыбку половить. С палаткой стоять. Далеке от цивилизации. Отдохнуть. Вообще супер. Слышу голоса. Сейчас как раз время щуку блеснить. Да и вообще-то рыба должна и под лещик идти. Вот. Видите? Не буду близко подходить. Люди оторвались от остальных людей. И тут их удивительное окунево настигло. Вот это озеро, друзья, которое я снимал в прошлом году. Обмелело, конечно, очень сильно. Прям вообще. И вот эта трава была зеленая тогда. Вот это вот сейчас все пожухло. Интересно, змеи спят сейчас. Так шелестит все. Вот это вот ручьи сбегают. Видимо. Я вообще не знаю, откуда оно здесь. Это озеро. Вот все по-другому. Тогда как-то зеленым все было. Даже вот надо мне самому открыть, пересмотреть все это дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот тоже озерцо такое, видите, тоже усохло все. Ручей там, вот оттуда ручей бежит, вот оттуда, вот там, и такое озеро. А вот какой-то коршун, или сокол, или ястреб, что-то такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот оно. В прошлом году уток тут было много, я снимал все это тоже. Вот, смотрите, здесь, наверное, больше нигде не переедешь. Вот такие, ну, следы есть от машины, но... А, ну, вот, лужа тоже все это пересохла. Ну, вот, наверное, здесь я проеду. Не знаю, даже вот накида на веток всяких. Ну, все сухо, вообще-то. Не знаю, у меня отключен передний мост. Не хочется его включать, закручивать. Ну, вот, машины ездят здесь. Видите, вот, что стало? Тоже все усохло. Да, по-моему, я должен проехать сейчас и на заднем мосту. Тут все сухо. Ну, если что, прикручу его, ничего страшного. Вот я засел, друзья. Не знаю я, почему. Придется мост включать сейчас, прикручивать. Вот так. Смотрите, видите, что там я, не знаю, мостом, не мостом сел. Сейчас включу. Ну, вот, друзья, видите, что тут творится? Как-то засел. Ну, без маленьких приключений нельзя. Но это-то я прошел вот это место самое. Это там я где-то. Но я мост подключил и сейчас мы выскочим. Это 3 секунды. Ну, вот, на пониженной. И все, дернулся и вылетел. Ну, все, Рит, пошли. Ты тут прям сделала такую... Это ты вывернул землю, прикинь. Мостом, да, вывернул? Мостом. Ага, ну вот, вот, видимо, я здесь, наверное, мостом сел. Все, пошли, Рит. Как-то нужно было бы... Рит, пошли, 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 пошли. Да я тоже не сильно сейчас по приключениям уже под 60 лет. Но, как бы, это разве это мелочи все? Это мелочи. Ой, лет 20 назад я в Крыму куда только не ездил на легковых машинах по горам. Какие только места не совался. Дерзкий был в этом плане. И вот я доехал до того места, где в прошлом году не смог перейти в кроссовках. Дальше я уже и, наверное, не поеду. Но здесь так же, смотрите. То есть вот по воде все так же. То есть если там все пересохло, то здесь нет. И я рисковать, конечно, не буду. Видите, здесь я хоть в сапогах. Не, ну в сапогах можно, наверное, перейти как-то. Нет. Там это, как его. Ну вот у меня сапоги. Не знаю я. Там ил. Да, нет, загружается. Прогружается, конечно, все это дело. И опять я туда не попадаю. Не хочу я рисковать. Если бы двумя машинами там, допустим, можно было под Стариславом один застрял, там его дернули. А у меня ни лебедки нет, ничего. А здесь вот ничего не пересохло. Здесь бежит, видно, это с родника. Все это дело. Родниковая речушка такая. Потому что все, как и в прошлом году, по глубине. Если даже не глубже. Видите, там он камыш зеленый. И вот эти озера, вот они получаются с этих источников. И эта речка, вот как мы едем на Муромцево, вот за деревню выезжаем. И там такая речушка сразу, где поля начинаются. Чопозовские. И там вот эта вот она и есть. Ну все, придется назад ехать. Ну ладно. Ну если болотные сапоги одеть, то можно пройти. Смысла нет. Конечно, там по карте вот озера такие большие. Вот дальше. Вот туда, ближе к Бергамаку. Там какой-то кривой это называется. Еще какой-то там. Ладно, сейчас развернуться бы как-то и назад. Экстремал Дмитрий. Слава тебе, Господи. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот вернулись мы с этого путешествия на юрт Дергамак. Немножко там застряли, подзастряли. Небольшое приключение было. Мостом там подзасел чуть-чуть, наверное. Ну в общем, это мелочи жизни. Ладно, друзья, до новых встреч. Не забывайте подписываться на канал. ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ Продолжение следует...